Здарова! Всем привет! Это видео про вашу любимую тему, про отношения. Обязательно смотрите до конца видос, потому что ситуации, которые здесь будут описаны, они происходят очень часто и у многих. И здесь мы расскажем две коротких истории, которые прислали нам наши какие-то зрители и клиенты. История первая. Познакомился с девушкой два месяца назад, после тренинга, кстати. И вот как бы у нас отношения продолжаются. Было куча свиданий, встреч, секса, ходили вместе в походы, на море кафешки, ездили в другие города. Дома у меня жили четыре дня подряд. То три, то два. В общем, мини-бытовуха была. Также две недели были друг без друга из-за командировки. Вернулся, продолжили. Как бы съезжаться, пока не спешим, потому что мне нужно личное пространство, спокойная обстановка для работы, договорились, что будем жить на разных хатах. Все ок. Она тоже за такой сюжет, чтобы не торопиться. Но заметил, что я постоянно проявляю инициативу по сближению в наших отношениях. Постоянно первый пишу, звоню и так далее. Как бы это нормально, но меня парит, что она редко инициирует. Просто даже банально первый написать, как дела. Хотя один раз такое было. Я много ей прокинул тем о будущем, что с родителями даже договорились знакомиться через месяц с моими. Ну вот буквально она у меня пожила несколько дней, три-четыре дня и снова разъехались. Типа надо поработать мне. И у нее дела поднакопились. И сейчас я выдерживаю паузу. Хочу, чтобы она мне сама первая написала. Не пишу, не звоню и не собираюсь. Как считаешь, правильно я делаю с точки зрения, чтобы она на меня подсела и заскучала? Мне важно понять, будет ли она в меня вкладываться спустя это время. Как девушка, она мне вполне подходит для отношений и, возможно, чего-то большего. Ну и прилагается фотография, где он и вот эта вот женщина, скажем так. Не будем уж вам ее показывать. На ночь глядя. А теперь, собственно говоря, комментарии, потому что очень много показательных моментов. И очень насыщенно противоречиями. И вот начнем с первого. Как бы съезжаться, пока не спешим. Ну, я считаю, это хорошо, чтобы вы не спешите съезжаться. Но, если бы не это, но. Потому что мне нужно личное пространство, спокойная обстановка для работы. Договорились, что будем жить на разных хатах, все ок. Она тоже за такой сюжет, чтобы не торопиться. Я считаю, нужно не торопиться не потому, что... Личное пространство тебе нужно для работы или для чего-то. Не нужно торопиться, чтобы узнать друг друга намного лучше. Чтобы не допустить ошибок. Потому что это личное пространство, если ты действительно, она соответствовала бы тому, что ты хочешь. Ты бы нашел это и личное пространство, и время, и все остальное. И здесь очень мне что смущает. Она тоже за такой сюжет, чтобы не торопиться. Я просто... Когда люди что-то говорят, я сразу представляю эту картину. Как это происходило. Сидят они вдвоем. И тут он вдруг говорит. Давай не будем торопиться. Не стоит это делать. Потому что у меня вот по работе нужно личное пространство. И она тут ему говорит. Да, да, конечно же. Ты все правильно говоришь. Скажи мне, давай не будем... Давай не будем... Еще раз. Вот. Нет, нет. Вот. Почему для меня это крайне странно? Вообще, зачем говорить человеку, что не нужно торопиться? Естественно, когда вы ей это озвучиваете, она не будет говорить, что... Нет, давай торопиться. Давай будем торопиться. Вряд ли такое будет. Естественно, человек отреагировал так, как отреагировало бы... Большинство из женщин. Мне крайне непонятно, для чего вообще нужно эту тему поднимать. Какой смысл в этом? Если бы она сказала, так, давай я переезжаю к тебе завтра замуж там и так далее... Да, это единственная причина, да. Это понятно. Когда можно было бы это озвучить. Это единственная причина. Но если я так подозреваю, это крайне тоже редко бывает, когда женщина настаивает. Давай будем съезжаться. Вот. Тем более по истечению двух месяцев всего. Скорее всего, ты был инициатор этого предложения, чтобы не торопиться. Но ты не подумал, что... А как она это может воспринять? Она же... Ты же, в принципе, особо не знаешь. Может быть, она немножечко подобиделась или подрастроилась и сделала какие-то выводы неутешительные относительно тебя. Если бы ты, в принципе, не поднимал эту тему, никаких выводов бы и не было. Понимаешь? Я считаю, да, этот разговор нужно поднимать только при одном случае. Ну, это со стороны мужчины. Когда ты для себя четко решил, что все, я хочу уже, чтобы мы жили вместе. Вот тогда ты можешь сказать, все, мы вот там... Ты не нравишься. Я хочу, чтобы потенциально рассматриваю тебя как свою жену. Я хочу, чтобы мы когда-то жили вместе. Но сейчас мы пока что немножечко должны не торопиться. Как-то так, наверное, да? Ну, хотя бы, да, в этом включает. Идем дальше. Так, он вот решил не торопиться. И тут вот пишет. Как бы это норм, что она не инициирует сближение, там, что она не пишет, не звонит. Как бы это норм. Но его это парит. Вот объясните, как это может быть нормальным, но меня это парит. Ну, как-то крайне непонятно этот момент. Я ей много тем закидывал на будущее, про будущее. Что с родаками даже договорились знакомиться через месяц. Все, для меня это уже тупик. Я, слушая это все, вот на месте девушки я, да, нахожусь. Человек мне говорит, торопиться не надо, но через месяц мы едем знакомиться с родителями. Да, абсолютный какой-то несоответственный диссонанс, противоречивая. Вот что я подумал об этом человеке. Ну, что он крайне как-то или несерьезен. Или не знает, что хочет. Да, сам не знает, чего хочет. Для чего вообще мне это говорить? Я не тороплюсь, но едем знакомиться с родителями. Как ты себе это представляешь? Что мне как женщине в этот момент нужно делать? Каким из этих слов я должна больше верить? Что происходит вообще? Это первый момент. Второй момент. По идее, человек еще не решил, что эта женщина как бы все та самая. То есть он же присматривается. Его очень не устраивает один определенный момент. Но он уже решил идти и знакомить ее с родителями, со своими. То есть зачем? Чем ты думаешь? Это первое. Теперь здесь вопрос. Вот они уже сколько-то там побыли, пожили вместе там 4 дня, да, как он писал. И вот после этого я ей не пишу, не звоню и не собираюсь. То есть таким образом ты решил проверить, насколько она, как сказать, в тебе нуждается, насколько она заинтересована в тебе, да. То есть ваш любимый ублюдский игнор, который вы берете на канале. Тотальный. Тотальный, ректальный, анальный игнор, да, который вы берете на канале не совсем адекватного человека. Значит, собственно говоря, это не работает, это не метод. Если, блядь, вы до сих пор верите, что загасится где-то в любой ситуации, это решит вашу проблему, абсолютно это не так. Просто доводить до этого не нужно. До того, чтобы начать игнорить, чтобы проверить ее отношение к себе. Это нужно делать с первого дня. Ты должен, понятно, что многие, вот это самая большая ошибка. Когда многие ориентируются на свои ощущения, как они относятся к ней. Исходя из этого, ждут какое-то время, что что-то изменится, и она начнет так же ко мне относиться. Ни хрена, с первого дня надо смотреть, как человек к тебе относится. Если нету взаимности, то есть ты ей что-то там делаешь или говоришь, то есть, или там заботишься как-то, да, интересуешься ею. Если взаимного этого нет, а ты понимаешь, зная себя, что тебя это парит, будет в любом случае парить, да, как ты здесь пишешь, значит, нужно сходу предпринимать какие-то меры. И он там дальше пишет, да, что типа меня же все устраивает, да, как или что. И теперь здесь, он задавал этот вопрос, как девушка, она мне вполне подходит для отношений и, возможно, чего-то большего. Я это говорю сейчас не только тебе, имя озвучивать мы здесь не будем, я это говорю вам всем, как, если у вас есть конкретные претензии к человеку. Или вещи, которые вас не устраивают. Не устраивают. И причем вам вообще непонятно, как она к вам относится, исходя из того, что она вами абсолютно не интересуется, да, в принципе. Вы ее рассматриваете для отношений, она мне подходит для отношений. С какой стати она к тебе подходит для отношений? Если тебя уже сейчас не устраивает, скажем, уровень ее вовлеченности в тебя. Для тебя достаточно того, что у нее просто красивое тело и красивая мордашка. Ну и может быть ему нравятся ее какие-то человеческие качества. Какая разница? Если она тебя, ну как сказать, не набирает, не звонит, не пишет, то есть не проявляет тебе внимания. У тебя есть такая потребность. Разве это не считается серьезной причиной, чтобы подумать, что нет, наверное, я так не хочу. Или ты считаешь, что все остальное нормально, а это как бы фиг с ним. Для того, чтобы сказать эту фразу, она подходит мне для отношений и, возможно, чего-то большего. Все, что у вас происходит между вами на протяжении какого-то периода, вас должно в целом устраивать. Вот тогда еще можно сказать, да. Еще момент, да, что, а ты допускаешь такую мысль, что это вообще никогда может не случиться. Вот ты, например, решил там заигнорить ее, прости господи, да, там перестать писать и звонить. А ты думал о том, что она, а вот, а прикинь, она не будет тебе написать. Кстати, очень важный момент, вот здесь внимательно, да. Она просто не будет тебе звонить и писать, ты слышишь, ну и ладно. Что тогда? Почему, да, вы не думаете о том, что может быть и такой расклад? И как ты себя тогда поведешь? И про то, что она его может вокруг пальца обвести еще. А он это делает только, я считаю, многие это делают только с одной целью. В надежде, что она одумается, исправится и начнет по-другому. Но они не допускают мысль, что это может не произойти. И что тогда? А тогда начнется самое интересное. Да, сейчас опять секс, что причем, потом напомню, Тигран, прости, перевел. То есть причем, что она может не писать, почему, потому что ей реально просто похер на тебя, ну вот просто, да и срать. А может не писать, потому что она вначале услышала от тебя, что, слушай, я как бы не хочу торопиться, мне нужно личное пространство. И она для себя сделала выводы, что, ну, в принципе, не так ты и сильно настроен на отношения. Понимаешь? А тут она видит, что? Она видит, что ты еще меньше стал писать, перестал звонить, она такая подумала. Я была права. Ему вообще пофиг, да. А ты для себя подумаешь, что вот, потому что я, на меня, ну, как бы, наплевать. И из-за этого непонимания, возможно, так ничего у вас и не получится. И самое главное. И самое главное, когда этот метод не сработает, если вдруг он не сработает, да, таких случаев немало, начнется самое ужасное. Начнется унижение во всех ее проявлениях. Вот слово унижение, когда мужчина перед женщиной начнет унижаться. Единственный, вот он пошел ва-банк, чтобы заигнорить, да, и вдруг это не сработало, что ему еще остается? Просить, умолять, ползать в ногах. Больше других способов, как бы, люди не находятся. А если женщина не совсем порядочная или какая-то там более-менее корыстная, расчетливая, то она обязательно воспользуется этим и будет крутить этим мужиком просто вот так вот. Крутить, вертеть и использовать его в своих интересах. И вообще, это мне история напомнила, вот когда люди пишут, она мне вполне подходит для отношений, но у него там уже ряд претензий к ней. Это когда там люди сидят там, не знаю, в кафе, в ресторане, и тут там им приносят заказанное ими блюдо, они поели его, официант там подходит, ну, такое нередко, да, интересуется, как вам понравилось. Он говорит, все было прекрасно, все отлично. Но единственное, было очень холодное блюдо, вот, не было соли абсолютно, вот то-то, 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 а так просто идеально, блюдо было идеально, спасибо, скажите. Где логика? Как так? Если у вас есть конкретные претензии, оно холодное, там, без соли. Холодное, это, кстати, как раз тема следующей истории, холодное. Это с намеком уже на будущее. Да, то есть, и прежде чем я вторую короткую историю еще ради примера расскажу, о мужской вот этой слепости какой-то, да, о том, что ты не видишь элементарных вещей, игнорируешь свои потребности. Значит, с пятого по восьмое у нас пройдет онлайн интенсив, где я четыре дня подряд каждый вечер буду давать отдельную тему. Одна из тем будет о выборе женщин для отношений. То есть, то, что мы сейчас говорим, это очень важно, потому что большинство из вас самостоятельно не могут со стороны увидеть вот эти свои моменты и косяки. Там же в этом модуле, то есть, это будет четыре разных модуля, модуль про выбор девушки для отношений, я дам вам конкретные вопросы, темы, на которые нужно присмотреться, то есть, на что надо обратить внимание, чтобы потом не сожалеть в отношениях. И не игнорить. Да, и не заниматься этой херней, тупостью такой, как игнор. Вот. Значит, четыре дня подряд ты можешь приобрести весь онлайн интенсив, ты можешь приобрести отдельный какой-то интересующий тебя модуль. Модули будут про выход из френдзоны, про онлайн переписку, как сделать ее эффективной, про свидание, как их проводить так, чтобы был выхлоп, который ты хочешь, и про выбор девушки для отношений. Если ты не можешь участвовать, ты можешь приобрести в записи, либо также один из модулей, либо все подряд, все, что ты захочешь. Стоимость буквально благотворительная, чтобы каждый человек мог увидеть эту информацию, понять, как она работает, применить ее, и, собственно говоря, дальше мы будем ждать вас уже на своих живых мероприятиях, а вы обязательно туда попадете. Так вот, другой кейс. Совсем недавно один из наших зрителей, это в нашем инстаграм-разборе было, который, кстати, мы проводим каждый четверг в моей инсте, и вы можете задавать нам там вопросы. Человек говорит, что он познакомился 7 месяцев назад уже с девушкой, все классно, все здорово, все круто, но есть такой момент, она эмоционально холодная, вот как раз про слово холодная, и она его этим сильно не устраивает. У него есть такая потребность, мужчины разные на самом деле, но я его понимаю, потому что отчасти я когда-то был таким же. У него есть такая потребность в некой поддержке со стороны женщины, чтобы она им восхищалась, чтобы она его там боготворила, чтобы она там говорила спасибо, там, благодарила, говорила какой-то у меня классный, то есть чтобы она его обнимала, целовала, то есть нормальные вот эти вот какие-то проявления любви. Ну, кому-то этого хватает, кому-то не хватает. И вот этого с этой женщиной с самого начала не было. Что, давай, чтобы понимали, насколько это эмоционально холодное, то есть они там сколько-то не видятся. Какое-то долгое время. Ну да, и тут, когда они встречаются, она такая, вот смотрит на нее вот таким каменным лицом, говорит, Я соскучился. Просто вот так, я соскучился. Я соскучился. То есть человек абсолютно не проявляет никаких эмоций. В принципе, по жизни так выросла. Самое интересное, что она в этом не виновата. Она такой выросла, она такой стала. Возможно, что это даже ее какая-то проблема, да? И здесь точно никто ее не обвиняет. Потому что, ну вот такая она. И что важно, она понимает это. У них был на эту тему разговор, они пытались там это исправить. Они сидели, размышляли, он пытался ей помочь. Как мне тебе помочь и так далее. Но, к сожалению, некоторые вещи либо очень долго и трудно изменяемые. И это потребует времени. А у него есть такая потребность, и она есть сейчас. Она была еще вчера, и она будет завтра. То есть потребность, которая не закрывается. И это приведет к тому, что в какой-то момент он встречает какую-нибудь девушку случайно мимо идущую. Что-то там ей поможет, не знаю, там какой-то пакет у нее там порвется. Он скажет, давай я тебе соберу, там помогу. Он скажет, вау, блин, какой вы классный. То есть как спасибо, что вы мне помогли. То есть она даст ему этих эмоций, которому здесь не хватает. И эти отношения еще более напрягутся. То есть, но прикол в чем, что. Когда мы спрашивали, она изменилась или она была такой с самого начала. Он сказал, что она такая была с самого начала. С небольшой разницей может. Вначале чуть-чуть может быть там более эмоционально. Он же там, как он сказал, испытал там какую-то с ней эйфорию. А, да. И когда он говорит, я, говорит, впервые в жизни, а человеку под 40, там, ну, цифру он назвал, сказал под 40. Он говорит, впервые в жизни, когда, говорит, во, вот ты говоришь, что женщина может дать мужчине действительно вот это наполнить. Наполнить настолько, да. Он говорит, я впервые в жизни это испытал. Ни с одной женщины у меня, говорит, такого не было. Я, говорит, впервые в жизни это испытал. Это мне интересно, испытал именно с женщиной, которая эмоционально холодная. Ну, то есть, чем-то она его... Ну, я думаю, знаешь, что там было? То есть, если уж прям копаться... Нет, человеческие качества, возможно, действительно она там как человек хороший и так далее. Но черствую. И он сам рассказал, что... Вопрос в его потребности. У нее мать там примерно... Она росла в какой-то такой семье, где это крайне ее там... Ну, какая мораль, смотрите. То есть, когда он нам позвонил туда в прямой эфир в Инстаграме, он уже четко понимал, что он хочет. И по нему это было видно, и потом он с этим согласился. Он хочет с ней расстаться, потому что это... Для него это весомая причина, для него это серьезная потребность, которая там не закрывается. Вот. Он уже все решил, но ему тяжело было это сделать, потому что, опять же, с самого начала вы закрываете. Вы закрываете глаза на какие-то важные для вас вещи. Вы думаете, ладно, оно же все само по себе наладится. Вот. Да. Ну, нахуй. Он все решил, но, смотри, прожито какое-то количество времени вместе, какие-то эмоции, что-то еще. Плюс ключевое. Она признает, что есть такая проблема. А ему же еще и жалко. Если бы она сказала, нет, я нормальная, там, иди ты в задницу. Нет. Она говорит, блин, да, есть такое. Я не знаю, что с этим делать. Ему еще больше ее жалко. И получается, к чему все привело, как это часто бывает в ваших отношениях. К тому, что вы понимаете, что не хотите дальше продолжать отношения с этой женщиной, но и уйти от нее не можете, потому что чувство вины, чувство долга. А потом вы задаете вопрос, а как безболезненно расстаться с девушкой? Вот начинается такая херня. Когда на одном плече сидит ангел, на другом бес, и вот этот говорит, давай, вали оттуда. А Эд говорит, да нет, ты что, она такая хорошая. И почему, собственно говоря, мы задали, предложили вам эти два примера, потому что они очень распространенные. Ваша слепость в начале, она просто иногда не знает каких-то пределов. Я хочу призвать к тому, чтобы вы научились трезво выбирать себе женщину для отношений и оценивать эту женщину. Во-первых, вам надо для того, чтобы выбирать, создать этот выбор, вы должны беспрепятственно и легко начать знакомиться, ходить на свидания, то есть прийти к сексу уметь. Как бы это для вас не должно быть проблемой. Всему этому вы научитесь в моем онлайн интенсиве, который будет с 5 по 8, и уже открылись продажи, вы уже можете бронировать место вживую, либо покупать запись. Вот. Самое главное, оценивайте ситуации трезво, оценивайте девушку трезво. Потому что потом, когда уйдет вот эта эйфория, вот эти эмоции, когда все немножечко поугаснет, успокоится, все эти косяки никуда не денутся. Они только вылезут и будут маячить у вас перед глазами. Это критически важно. И к вопросу, когда с чего начинаются отношения, отношения начинаются прежде всего вот здесь. Если здесь недостаточно, тогда будут проблемы, будут те тупиковые ситуации, которые сами себя мы загоняем. Поэтому прежде чем что-то начать, нужно быть к этому готовым. Поэтому ждем вас всех с 5 по 8. С 4 уже закрываются продажи, 5 мы стартуем. Каждый вечер мы будем давать вам полезнейший контент по каждой из вышеперечисленных тем. До новых встреч, увидимся. Пока. 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 Пока.